Всем привет! Сегодня расскажем об интересной традиции в Турции, касаемо приветствия друг друга и прощания друг с другом. Если вы в стране недавно, то порой такая традиция вызывает некоторые замешательства. Вы на канале Turkey Space, меня зовут Олеся. Я Владимир. Погнали! Итак, известно, что Турция это страна со множеством традиций, которые живут здесь веками. Есть традиции, которые давно камли в лето, а есть те, которые до сих пор живы и лишь немного видоизменяются согласно времени, приобретая новые современные черты. И одна из таких странных традиций это поцелуй. Поцелуи при встрече и прощании. И по старой традиции целовались друг с другом именно мужчины. Че за бред? Ты че прикалываешься? И это не пропаганда. И поцелуи, конечно, не такие, как представляются в традиционном смысле. А целуются они, прикладывая щечками друг к другу. Вот так вот. Оп. Оп. Третья же. Точно. Оп. Имитируя таким образом поцелуй. Да. И происходит это по определенным правилам. Начиная с правой щечки, потом левой и снова правой. Обычно три раза прикладываются щечками. Но иногда бывает и даже больше. И со стороны кажется, интересно, когда же они остановятся? И остановятся ли они вообще? И таким ритуалом сопровождается как приветствие, так и прощание. А вот с женщинами обычно такой ритуал не проделывается. По крайней мере раньше. Или среди пожилых мужчин. Так как отношение мужчин к женщинам в Турции всегда было отстраненным. И приветствовали женщин они лишь сухим рукопожателем. Не знаю даже, как при этом чувствовала себя женщина. Мне бы, например, было как-то обидно. Когда мой муж с другом такие обнимаются, целуются. И так все трогательно, а со мной сухо жмут руку. Я бы подумала, что ко мне как-то не так относятся. Но сейчас ввиду европизации общества, а особенно среди молодежи, которые заметно перемешиваются с иностранцами, коих много проживает и учится в Турции, такие границы между разными полами постепенно стираются. И молодые турки и турчанки все больше культивируют общие европейские нормы поведения. И поэтому приветствуют друг друга больше в традиционном европейском стиле. И если прикладываются щечками друг к другу, то не соблюдают старинный порядок действий. Типа сначала правый, потом левый, снова правый. И часто даже вообще не целуются, а просто обнимаются. Если раньше объятия или поцелуи во время приветствия и при прощании между мужчиной и женщиной в Турции казались чем-то диким, и даже повецались, то сейчас это уже нормально. И на это абсолютно никто не обращает внимания. Вот наш приятель Саваш, допустим, приветствует нас и прощается именно таким вот щечными поцелуями. И начинает он и правда сначала с правой, и последовательно переходит к левой и возвращается к правой. И со мной, и с Олесей. И когда вот он первый раз так делал, то я даже сначала не поняла, что происходит вообще. Типа он прислонился к моей правой щеке, потом палец к левой, и я такая, а это еще не все, ну ок. И уже начала отстраняться, думая, что все приветствие закончилось, а он возвращается к правой. А я такая, а еще раз надо? Ну ладно, а сколько раз надо повторить это? Но потом привыкла. В некоторых регионах Турции принято ограничиваться единственным поцелуем в щеку. В других целуют по очереди обе щеки. А иногда целуют обе щеки по очереди три и более раза. И вот этот порядок поцелуев от одной щеки к другой составляет норму этикета. В отличие от других стран, турецкие приветственные поцелуи должны начинаться с правой щеки того, кого целуют. И это является главным отличием от культуры других стран мира, где этикет приветствия поцелуями не такой строгий. Так что, если вы путешествуете по Турции, то изучение этикета турецких приветствий и правил турецких поцелуев может стать довольно любопытным занятием. Особенно, если вы захотите задержаться и пожить в этой стране какое-то время. Поэтому, если вы познакомились с турком и завели с ним достаточно теплые взаимоотношения, то не удивляйтесь, что в какой-то момент он потянется к вам целоваться щеками. И будет это делать несколько раз. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересное видео. Ставьте палец вверх, чтобы наш канал чаще показывался другим пользователям. Письма, комментарии, вопросы и предложения пишите также в комментариях под видео или на почту, указанную там же под видео. А также под видео указан наш сайт, куда вы всегда можете обратиться за помощью в поисках квартиры в аренду или для покупки. А также в вопросах сопровождения и консультации в НЖ. Если есть желание, вы всегда можете воспользоваться функцией суперспасибо и поддержать наш канал. Обнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.